Привет, ребятушки! Привет, привет! У меня сегодня шашлычки из красной рыбки. Помидорчики, маслины. Авокадо. И, конечно же, супчик. Смотрела... Недавно, как одна обзорщица ужасалась тому, в каких количествах я ем. Я понимаю, конечно, что вам в видео кажется все увеличенным. Супчик с индейкой, с курочкой. Овощи. Ну вот, смотрите. Супчик налила. Не знаю, насколько он кажется вам огромным. Ну, чашка эта. В этой чашке где-то 200 грамм супчика. Здесь у меня 4 шампурчика вот таких. С малосольной рыбкой. На самом деле, два вот таких кусочка. Тоненьких. Ну, видите, она же не толстая. Вот. Когда вы смотрите... Вот, например, у меня был мукбанг с яйцами. Не так давно. И кто-то мне написал, нифига себе так столько есть. Ну, давайте так. Яйца вам тоже кажутся огромными. Блин, кофта большая стала, капец. Показать вам, какая она большая стала? Вот так двигать не хочется. Ненавидно вам или нет? Видите? Видите, какая здоровая стала? Вот. И вам... Ну, вы же взрослые люди. Вы же знаете, как выглядят яйца? Вы, наверное, знаете, какого они размера. Я же не страусиные тут ем. Обычные куриные яйца. Вы просто, кто задается вопросом, хоть раз сядьте. Посмотрите мой мукбанг и посчитайте, сколько я съела. Съела одно яйцо, пару кусочков мяса, по-моему, еще что-то. Люди сидят и говорят, ни хера сколько она ест. Слушайте, вы, когда завтрак у вас, например, да? Причем я не ем с 7 вечера до 11 часов. Когда я занята, когда за рулем еще. Вот сейчас час дня. Я еще не ела. Вот ем. Ем. То есть есть хочется. Ну, у меня изна много не входит. Вы, когда садите завтракать, вы что, одно яйцо съедаете? Вы взрослые люди. Да вы свободно можете 4 жареных яйца навернуть с беконом. То, что эти яйца кажутся, ну, моя задача сделать так, чтобы вам казалось, что у меня огромный стол. Что у меня, ну, огромные там яйца жареные, да? Это красиво. Но вы же понимаете прекрасно, что эти яйца обычные, как и у вас. Супчик просто класс. Дальше. Обзорщица сказала, типа, как же они все это съедают. Я понимаю, конечно, что их двое, но все равно. Ну, вот давайте. На сегодняшний день что у меня приготовлено. Переборщила маленько с супом. Думала, сварю поменьше. Вот это вот получается. И вот один контейнер супчика. Ну, думаю, на завтра будет. И вот рыбка. Все. Мы это едим Весь день. Лешка еще не кушал. Что он долго как-то ходит. Сейчас придет. Докушает супчик. Останется один контейнер, останется на завтра. И будем доедать рыбу. Вот за 7 часов. Вот таких вот. Два кусочка красной рыбы. И суп. Вы что считаете, что два взрослых человека потихоньку до 7 вечера не могут это съесть? Для хорошего мужика это нормальный обед. Один раз сесть, пожрать. Но у нас нет такой возможности. Потому что вот Люсушка сейчас сядет за руль. Понятное дело, что он ну, не ест за рулем. Соответственно, количество приема пищи у нас немного. Количество. Спасибо, буду здорова. О, господи. Все. Объелась. Кстати, очень быстро наедаешься, когда долго не ешь. Кажется, так сильно хочется есть. Что-то голова так сегодня странно чувствует себя. Где он ходит? Так что на самом деле ну, вот сейчас я супа съела 100 грамм. Здесь нет масла. Индейка, курочка. Белокочанная капуста, цветная капуста. Перчик, помидоры. Так что если кому-то хочется конкретно выяснить, сколько я кушаю, сядьте, посмотрите видео и посмотрите, сколько я съела. Сколько я сегодня съела? Раз, два, три вот таких вот маленьких кусочка рыбы. Чуть-чуть авокадо. 100 грамм супа. Это с 7 вечера до часу. Понятно, сейчас минут 20 пройдет, я захочу кушать. Я так, когда я есть хочу, начинаю закидывать, быстро наедаюсь, потом через минут 2, через полчаса могу захотеть кушать. Ну вот и буду таскать сейчас. Ой, что ж завтра приготовить-то? Супчик, получается, у меня есть. Вкусный супчик, прям вообще прелестно. А на второй что-то надо придумывать. А, у меня же фаршик есть, котлеток сделать. Это давно котлет не ели. Папочка у нас подсел на люля-кебаб, я как-то готовлю, ему нравится. Надо котлетки, наверное, приготовить. Сильно похудел. Что-то долго не было. Наверное, что-то вредное купил и там стоял, лопал. Я его знаю. Едем сейчас в Нью-Джерси. Лешка, а почему у тебя так долго не было? Что? Сейчас слышу, да? Кстати, считал, сколько людей пользуется вот этими вот штуками. Так. Ремнем безопасности. Считал, сколько людей приезжают застеганные в ремень безопасности. Максимум 10%. Ну, это местность может быть такая. Во-первых, деревня. Да, я понимаю. Я не знаю. Мы вот, когда приехали в Майами, мне все казалось, там чуть ли не все с ремнями ездят. А здесь, да. Здесь крутые родники. Здесь крутые чуваки. Вот так вот, дорогие мои. Так что сядьте и посчитайте. И не думайте, что я съедаю там 5-килограммовое яйцо. Яйца у нас такие же куриные. Только вам в камеру. Если мне удается, мне очень надо, чтобы вам казалось, что они были большие, красивые. То вы должны мост-то включайте немножечко. И понимайте, что здесь не литр супа. Что здесь не целая туша огромной красной рыбы. Ну, давайте уже включать как-то наш этот компьютер. Мои хорошие. И тем, кто говорит, Боже, опять жрет. Да когда по телефону говорят люди, и то мерзко, когда жрет. Ребят, если бы вам было мерзко, вы бы не попадали на такой канал. Если бы вам мерзко было, когда вы видите слово мукбанг, вам бы в голову не пришло туда заходить. Если бы вы никогда не смотрели такие каналы, YouTube никогда бы не кидал вам в рекомендациях такие каналы. Поэтому скажите честно, что вы подглядываете, вам нравится. Ну, вы знаете, к кому я обращаюсь, да, девочки и мальчики? Не к моим обычным нормальным. Ну и, соответственно, может быть, обзорщики не знали специфики мукбангов. Я рассказала сейчас, да? Пока-пока.